Многие из вас сталкивались с фильмом «Земля Санникова», с книгой, возможно. Хорошие примеры с того, как из нашей ячейки попали в соседнюю ячейку. Конечно, они там были на краю ячейки, они не изучили полностью весь континент. Но, тем не менее, книги очень качественные, подробно, как и в фильме, нам повествуется о том, что можно перейти в соседнюю ячейку. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 23 часа 4 минуты, 25.05.2016 года. Один из самых популярных вопросов, часто задаваемых, как самостоятельно подключаться к информационному полю. Но, помимо оберега, который выступает в роли непосредственно антенны, существует еще более эффективный способ, насколько мне известный. Чем я больше отдаю знания, тем я больше получаю новых. Это закон Вселенной. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Если перенести на современные реалии, компьютерные, в нашем мозге это операционная память. Знания, скажем так, содержатся в этой операционной памяти. И чтобы новые получить, нужно отдавать предыдущие. Тогда место для новой информации будет. Ну, то же самое с жестким диском. Чтобы занести информацию на жесткий диск, вы должны почистить предыдущую информацию. Это, кстати, было давно известно и темным. Они же, как бы, зная, что нарушают закон основной, пирамида же держится каким образом? Низы получают знания, и поэтому верхи стоят, так сказать, твердо на высоте, на верхушке. А когда они перестают давать знания низам, пирамида начинает сплющиваться. Парадокс заключается в том, я неоднократно говорил, что информацию как вбрасывают и светлые наши, так сказать, земные просторы, так и темные. Причем темные, что у них же всегда хитрый ход конем. Они дают знания, но никогда их сильно не разжевывает. И всегда используют такой термин, ну, к этому вы еще не готовы. Я вам скажу, люди уже готовы ко всему. Вот на данном этапе нашей ячейки любая сногсшибательная, шокирующая информация будет воспринята. Другое дело, что псевдоконтактеры, которые коннектятся и видели, наверное, не раз в сеансе, им задают конкретный вопрос, а контактер, кавычка, говорит, люди к этому еще не готовы. Когда нечего сказать, тогда приходится говорить, люди к этому не готовы. Вот я сегодня с Сергеем обсуждал, как еще выйти дальше за пределы космоса, чтобы снять нормальный фильм. Но он сказал, что это замечательно, но нужна подготовка. Сразу так наваливать информацию не стоит. Хотя, в принципе, какую информацию мы собирались наваливать? В моем ролике «Каменное сердце» эта информация, в принципе, изложена в относительно полной мере. То есть наша Земля, чтобы легче было понимать, это сердце Бога. Но можно еще и дальше, как говорится, копать. Как я привел пример неоднократно, если мы посмотрим на руку, мы ничего не увидим на руке. Если мы возьмем микроскоп, мы увидим микробы. Так вот наша планета на чьей-то руке – это такой же микроб. Ну, я понимаю, это может выносить все сознание в определенный круг у людей. Ну, надо именно воспринимать Вселенную именно таким образом. Ну, если на наш маленький уровень перейти, то, несмотря на насколько бы Вселенная была необъятная ни вверх, ни вниз, неоднократно говорил, буду повторять, что руки мы при этом не должны опускать. Потому что знающий человек и не действующий несет больше ответственности, чем человек, который находится в невидении. Поэтому, когда мне говорят «польза от информации», ну, я озвучил, «польза от информации» – это здоровье. Ну, и у любой медали есть две стороны. Также эта информация может являться для определенных людей негативом. Так как есть люди, которые слушают, причем я вот смотрю по комментариям, получается, как в той поговорке, «Ежики лезли на кактусы, плакали и при этом все равно лезли». То есть есть, в кавычках, назовем «недоброжелатели», которые смотрят мои ролики и при этом еще успевают в комментариях сквернословить. Если хотя бы одному злопыхателю показать кармические раскладки даже за самое невинное оскорбление, он бы, конечно, был бы в шоке. Ну, это классический вариант, вы же помните, в наших же сказках все это описано. То есть, появляется в лесу Дедушка Мороз, зимняя ипостасия Велеса. И вот он проверяет одну девушку, которая в лес пришла, как она к нему отнесется, вторую. И есть очень много людей, которые выступают в роли, скажем, по земным меркам тестеров. То есть, неебесная канцелярия иногда сомневается, как поступить. И поэтому присылается много людей. И поэтому проводятся своеобразные тесты. Я как-то, меня критиковали, опять же, в 16 лет очень много, я там писал стихии, мне их критиковали. Потом меня как-то перемкнуло на одной мысли, что я на правильном пути. И вот до сегодняшнего дня у меня так и остается. Если меня критикуют, значит, я делаю все правильно. Но это возможно только в моем случае. Потому что я вообще про влежение классической поговорки «Под лежачий камень вода не течет», «Без труда не выловишь рыбку из пруда» и так далее. Все по щучьему велению, по моему хотению. Подытожим. Откуда я беру знания? Первое. Информационное поле. Второе. Люди в генах имеют огромное количество знаний. Я считываю как из себя, так и из собеседников информацию. Третье. Архивы на космическом корабле. Архивы доступны небольшому количеству землян. Под названием «Луна» скрыто оригинальное название «Арк-месяц». Возможно, кто-то сочтет, что это моя фантазия. Но как же быть тогда со знаниями, которые я сообщаю? Красноречиво говорят уже не десятки, уже сотни писем. Смысл и посыл этих писем один. Ваша информация интересна и необычна. Такого раньше нигде не было. Ведь до вас было столько медиумов, контактеров, ясновидящих, эзотериков, провидцев, экстрасенсов и ничего подобного они до вас не говорили. Еще один из толповых получаемых знаний – это этика и нравственные ценности и принципы. Моральные качества. Как на самом деле и в реале выглядит наша планета, можно увидеть на данный момент только с Луны. Тонны редких знаний можно получить исключительно в недрах Луны, а именно в архивах, по нашему база данных или библиотека. Мой ролик «Экскурс недра Луны» серьезно воспринимает немного людей, но не вижу в этом ничего страшного. Далее в записи пойдет фрагмент из ролика, который был опубликован 26 января 2016 года. Назывался он «Луна-межгалактический корабль. Экскурс недра Луны». Тех, кто его уже слышал, смотреть не обязательно. Тех, кто впервые слышит о нем, я деликатно рекомендую его к изучению. Всем привет! Меня зовут Андрей. А меня зовут Вячеслав. Ну что, Слав, расскажи, были ли люди на Луне? Ой, спасибо, Андрей. Вопрос, конечно, очень интересный. Ответ сразу скажу, я на него знаю. Вот, но прежде чем я начну отвечать, я полагаю, что у людей появятся уже сами выводы, что либо у человека хорошая фантазия, либо есть расхожее мнение, что я что-то курю. Значит, я сразу вам скажу, я ничего не курю, кроме обыкновенных сигарет, табака, вот. И фантазией, к сожалению или к радости, я вообще никакой не обладаю. То есть я не в состоянии что-то такое придумать. Если бы я что-то придумал, я бы уже, наверное, за свои четыридесятка лет написал бы ни одну фантастическую книгу или что-то в этом духе, или фэнтезионную. Поэтому ответ на Андрея вопрос очень огромный, обширный. То есть я не уверен, что, например, в течение часа я смогу в полной мере осветить все детали, но я буду стараться. Дело в том, что в общепринятом плане, который, ну, как мы предполагаем, это посещали ли люди Луну, нет, не посещали. То есть какой общепринятый план? Мы предполагаем, что была высадка на Луну, когда бы то ни было, вот, и люди там пробы брали, ходили, бродили. Не, ничего подобного. Такого посещения не было. По той простой причине, что это не кусок, как говорится, Земли, не планета, а самый обыкновенный межгалактический корабль, назовем его космический корабль, причем он полностью действующий, этот корабль. Конечно, его пришлось закамуфлировать под планету, потому что изначально боевой вид бы смущал бы землян, потому что в чистом виде он выглядит, это, знаете, как сталь, полностью белая сталь, да, и он бы, как бы, говорится, светился и сиял бы во всей своей красе. Дело в том, что на орбите нашей планеты было еще два космических корабля, тоже действующих, ну, люди особенно продвинутые знают, что один из этих кораблей назывался Леля, другой корабль назывался Фата. Ну, нам и, конечно, для землян рассказали, что это были космические тела, там, спутники, ну, я, вы знаете, если человек хочет верить, что Луна это планета, и внутри ее только монолит, камень, глыбы, я не буду отнимать у людей эту мечту. Люди пускай верят, и это их право. Но для тех, кто хочет узнать, как выглядит недра Луны на самом деле, и в деталях, и в тонкостях, я попытаюсь описать, насколько у меня хватит сил, энергии, именно все тонкости. Вот, но все-таки я вернусь к тому вопросу, когда у нас на планете все-таки было три Луны. Значит, одна Луна, как известно, была уничтожена недоброжелателями, которые воевали против землян Леля, точнее, оговорился, Леля-то как раз-то была уничтожена землянами, когда этот космический корабль был захвачен недругами, вот, это, врагами, да, и тогда они Лелю взорвали вместе с оккупантами, вот. А уже космический корабль Фата был уже обзорван самими врагами. Как мы знаем, осколки его упали на землю, поднялись очень огромные волны, цунами, там, тайфоны. Подтверждение этому, кстати, что осколки Фата, между прочим, сейчас до сих пор на земле разбросаны. При желании проверить, что это осколки космического корабля, а не астероида, можно с легкостью есть. Два способа проверить. Ну, во-первых, где они находятся, эти осколки, и, если я не ошибаюсь, вот Сибирь, вот Северни, где-то вот в районе, там, леса Тундры. Ну, те, кто этот вопрос изучает, знают прекрасно про эти осколки. Значит, если специалисты могут просто взять пробы этого металла и выяснить, что он очень мало связан с земным происхождением, есть, допустим, люди, которые, ну, не шарлатаны, а которые реально обладают экстрасенсорными способностями. Вот, и они могут просто с легкостью... Для них, во-первых, фотография мне составляет найти, там, те или иные, там, людей, предметы, там, или какие-нибудь, там, книги, сокровища. То, если он не шарлатан, то он четко сможет это, воссоздать картинку, какому объекту принадлежал этот кусочек. Ну, я, в принципе, в своем рассказе, я сразу скажу, я ничего не собираюсь доказывать. Я просто поделюсь с вами тем, что знаю. Доказывать, если у кого-то появится вдруг такое возникнет желание доказать, что это все не является истинным положением вещей, вы, кто, как говорится, будет неположительно воспринимать, вы можете со временем мне доказать. всеми, как говорится, необходимыми способами. То есть, что Луна это не космический корабль и так далее. То есть, я доказать ничего не буду. Те, кто, как говорится, не хочет принимать подобную знать, подобную информацию, может мне потом доказать. Давайте тогда вернемся к Луне. Значит, что из себя представляет Луна? Да, это огромный внутри действующий космический корабль. Многоярусный, многоуровневый. То есть, там он поделег на колоссальное количество отсеков. Особо бы хотел бы, вот самый один из интересных отсеков рассмотреть, который находится на Луне, это отсек, в котором находятся, я бы сказал, бы, знаете, как архивы или библиотеки. То есть, там в основном, в нашем понятии, я просто не знаю, мне сложно использовать термины, то есть, те, допустим, приборы или те какие-то агрегаты, которые находятся внутри Луны, я многих значений не знаю. Поэтому я буду называть их нашими земными терминами, которые и вам, уважаемые слушатели, будут понятны, и мне будет легче ориентироваться. Значит, в этих архивах создано на огромном количестве, ну, назовем их условно, жесткие диски, хотя там некоторые есть жесткие диски, и не больше размером, чем спичечная головка. И вот на такой спичечной головке может собран материал, как, ну, скажем так, если вести непрерывно тысячу лет видеосъемку с Луны за Землей, то этот отснятый материал за тысячу лет спокойненько вмещается на этой спичечной головке. То есть, вообще, на Луне содержится полностью весь видеоматериал, который вообще всех событий, которые когда-либо не происходили на планете. При ускоренной записи очень и жутко, и интересно наблюдать при ускоренной прокрутке, как на глазах поднимается и опускается земля, вырастает и погибает лес, как ядерные грибы вырастают на таких площадях в таких огромных количествах и тут же затухают. Вот. Архивы, значит, содержат абсолютно всю мысленную и немысленную информацию. Как выглядит вообще там стены, потолок внутри Луны. Я их назвал для себя обои, потому что фактически по умолчанию там, как говорится, как в операционной все белое, но это практически никогда не бывает. Всегда идет картинка демонстрации, как правило, природы. То есть, пойдя по лунным коридорам, можно идти просто по тропинке в лесу и вы будете озираться по сторонам и вы будете видеть деревья, услышать запахи, птение птиц. Значит, каким образом туда земляне попадают на Луну? во-первых, есть два варианта попадания на Луну. Точнее, не два варианта. Сейчас я их озвучу, а вы уже сами решите, два это варианта или нет. Значит, первый для живущих людей, которые будут жить и продолжать. Причем, кстати, землян там очень легко вычислять, потому что те, кто там давно живет, они не испытывают любопытства, они идут по коридору, грубо говоря, по сторонам не озираются, а вот земляне они всегда останавливаются, крутят головой вправо-влево, под ноги, то есть земляне налегко определить. Всегда тело остается практически всегда, это редким исключением случаев, на земле, во время сна. А разум уже переводится, переносится уже на Луну. Если правильно сказать, это скорее всего не разум, а сущность. Потому что те, кто изучает медические знания, знают, что есть сущность, сущность определяет определенными качествами, то есть есть сущность с душой, есть сущность без души, есть сущность с волей, с волевыми качествами и так далее. То есть есть сущность, а у нее уже в сущности идет наработка назовем их условно в кавычках тел. Душа, дух, воля и так далее. Поэтому на Луну всегда переносится сущность и ей дается по нашим земным меркам я бы назвал это какой-то кибернетический костюм, то есть типа киборга. С какой целью это делается, когда человек не чувствует ничего ни запахов, ни вкусов, не чувствует тело, когда он находится чисто в сущности, у него начинается паника. Сейчас вот на Земле ученые усиленными темпами пытаются перенести сущность душу в металл, то есть как бы это мозг, там сознание, как говорится в железо или пластик. Те, кто на Луне живет не одну тысячу лет, для них это знаете, как для нас курточку снять и другую курточку одеть. Точно так же они пользуются кибернетическими костюмами. Причем сами обитатели Луны практически никогда не ходят в своем теле. Их тела находятся в анабиозном сон. Может он больше на литургический похож. Может это одно и то же, но фишка в том заключается, что тела, которые у них лежат в специальных инкубаторах, они дремлют. А вот сущность, которая из этих тел, скажем, вылетает и одевает этот кибернетический костюм, она уже ходит по этому кораблю и выполняет ту или иную работу. Иногда даже до смешного со стороны доходит, когда сам человек, лежа допустим в этом инкубаторе и разумом вселившись в этого назовем робота, этот робот начинает его там обтирать там скажем так грубо пот, вытирать там какие-то делать подпитки это я не знаю какого они там уровня, какого-то значения, то есть ухаживать за собственным телом со стороны, то есть втеляется в робота и за собственным телом ухаживать, то есть они как бы тела в основном берегут, хотя как бы для них это не является большой проблемой, это и новое тело, ну значит есть какие-то причины почему они так бережно за основными своими телами относятся. Вот еще есть интересный отсек, который меня поразил, это трансляция всех мыслей планеты, то есть там есть такие экраны, но их телевизором не назовешь, это голографические небольшие картинки, на которых проецируются полностью все мысли всех землян, то есть и насколько я понял, они не только проецируются, но опять же и записываются, но у них носители настолько мощные, назовем их винчестеры, что они с легкостью всю информацию накапливают, я вот кстати хотел бы вспомнить такая была расхожая шутка, и вот она сейчас осталась, Элвиса Пресли похитили инопланетяне, но во-первых не похитили, если знать принцип лунной жизни, то там происходят такие ситуации, по каким критериям они отбирают сущности, мне неизвестно, но определенным сущностям дается следующая возможность, ну давайте на примере Элвиса Пресли, то есть именно его сущность была, ну не только его, вообще многих и известных, и даже неизвестных людей, которых вообще никто о них не знал, человек жил там допустим в тайге, но по каким-то причинам его сущность тоже была, то есть ей выдавался временно этот скафандр, назовем его, то есть она помещалась у Луны, скажем так, между Луной и другими солнечными вселенными, галактиками, я бы назвал есть такой воздушный трамвай или метро, то есть человек войдясь в это метро в этом костюме отправляется в соседнюю галактику, в которой находится аналогичная нам земля, и там уже сущность на этой земле уже для себя выбирает подходящее тело, какое ему угодно, ну, есть особо мощные сущности, которые без помощи могут те или иные проделывать пируэты, а есть, конечно, которые еще, к сожалению, не сильно владеют таким мастерством, кстати, в свое время всем известный Радомир, он же больше известен под именем как Иисус Христос, он тоже, ну, нам сказали, он вознесся на небо, ну, он-то вознесся на Луну, вот, там ему, скажем так, дали отдышаться, и он уже отправился потом на этом воздушном трамвайчике уже в другие солнечные миры, солнечные системы, там, галактики по своему желанию тоже, по всей видимости, сеет разумное, светлое, доброе. Опять же, я не знаю по каким критериям идет отборка, почему, потому что там крайне редко, во-первых, посещают и ныне живущие люди Луну, вот, сущность там надела костюм, походила, побродила, экскурсия, да, экскурс по Луне, потом вернулась обратно, а есть люди, которые навсегда покидают свое тело, но вот некоторым сущностям почему-то есть, я еще не разобрался, если будет возможность, я, кому будет интересно, я в дальнейших повествованиях о внутренности Луны продолжу, вот, ну, что там еще интересного в недрах Луны, ну, чистота и порядок, вот, вы знаете, сейчас я чуть-чуть переключусь мысли, потому что на самом деле мне приходит, на самом деле, не знаю, как к вам, но мне подробности такие рассказывать нелегко даются, я немножко хотел бы переключиться на те моменты, которые я, связанные с архивом, потому что архивы давали возможность там изучить определенные знания, ну, скажем так, человеческий мозг, он имеет границы, поэтому я поделюсь тем, что мне особо понравилось. Да, вот так вот и выходит, что последний месяц я делюсь, уважаемые зрители и слушатели, той информацией, которая мне понравилась. Сегодня 25-е, 0-5-е, 2016-го года, около полночи. А с вами был Вячеслав Котляров, спасибо, что меня слушали, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok